Свои идеи относительно геометрии и развития. Понятно. Но уже это случилось. Это уже позади. Уже летит мяч в штрафную площадь и уже летит мяч в сетку ворот. Это Криштиану Роналду. Счет открыт. 14-я минута. Он направляет мяч головою в ворота Атлетико. Криштиану Роналду. По-моему, выбивается в результате этого гола в единоличные лидеры. В споре бомбардиров нынешнего розыгрыша. Кубка Испании. Красивый мяч. И та половина стадиона, которая сегодня за номинальных и обычных традиционных хозяев, естественно, торжествует. Хороший удар. Два игрока. Среди них в числе их был Радамель Фалькао. Хотя, наверное, не он был основным сдерживающим. Это Диего Годин. Слишком много сил потратил на то, чтобы синхронизировать свое движение с Криштиану Роналду. Вот еще был момент, когда нужно было оттолкнуться от газона и не потерять из виду нападающего. А вот здесь Годин уже слишком сосредоточил свой взгляд на мяче, летящем в площадь ворот. И выпрыгивать с португальцем просто не имел возможности. Отправляет очень точным ударом. Криштиану этот мяч в угол ворот. Облепил себя чужими. Но при этом не сумел сохранить мяча. А как сражается по-тигриному Радамель Фалькао за мяч. И вот передача на Диего Коста. Диего Коста входит в штрафную площадь. Опасный момент. Удар и гол. 1-1. 1-1. Вот тут финал и начинается. На 35-й минуте. Они обменялись ударами в сердца друг друга. Радамель Фалькао. Как много он сделал для этого гола. Хотелось бы увидеть все с самого начала. Из центральной зоны, где он отвоевал мяч. Развернулся с ним. И выдал изумительную передачу. Фалькао, конечно. Такой же автор этого гола, как Диего Коста. Вот здесь, в центре, сражаясь и побеждая Альбиоли сначала. А потом еще и Хидиру. Он растерзал их просто-напросто. Ну а дальше, кстати, и Диего Коста сделал очень важную вещь. Он ускользнул от Серхио Рамоса. Ушел в зону ответственности Эсиена. А Эсиен в какой-то момент остановился. Побоялся сбивать, что ли, игрока. Ну и удар в противоход. То есть все идеально. Но, наверное, вот это единоборство или серия единоборств, серия движений обманных, которые совершает Фалькао. Какой замечательный, гениальный повтор на уровне ног и коленей. Мы видим все в деталях. Вот это ключевой момент. Классный гол. 1-1. Я напомню, мадридский атлетико не побеждал Реал. 14 долгих лет. Они заждались. Теперь пойдет игра Криштиану Роналду в штрафной площади. Сыграть на него Лука не решился. Вот сейчас Криштиану мяч все-таки достается. И он делает передачу в штрафную площадь. И удар по воротам. Штанга еще одна. Будет ли добивание? Добивание! Мяч попадает в полевого игрока. До момент Криштиану! А это уже все. Выпуск пара. Моментище! Какой сейчас у ворот мадридского атлетико! Он на самых последних сантиметрах достает этот мяч. Уходивший, а может быть даже ушедший. Бьет поворотом. Бензима штанга. Бьет Озил. На пути мяча оказывается Хуан Фран. Как кстати, что он там оказался. Безусловно. Потрясающий момент. Футболисты мадридского Реала уже дважды сегодня попадали в штанги. И вот этот эпизод Диего Семена воспринимает как гол своей команды фактически. Он радуется точно так же. Внутри обороны. Форменный провал. Но выручил Асьен. Полузащитник, играющий правым защитником. Еще одна подача. И мяч в сетке ворот. Мяч в сетке ворот. Миранда радуется. Я думаю, что сегодня... Но еще рано. Еще рано. И в любом случае не сегодня. Мы знаем с вами, что фонтан Нептун раньше субботы не заработает. 98 минут позади. Я думаю, что не зря были такие испуганные глаза у Пепе. Потому что какое-то предчувствие того, что не все ладно. И... Момент с двойным спасением Диего Лопеса. Момент с спасением Асьена. Беспорядок у ворот мадридского Реала. Стал слишком очевиден. Какой прекрасный мяч сбивает Миранда на опережение. Первый темп. Высокий бразильский центральный защитник, который не зря на каждый стандарт приходил. Старательно приходил. Старательно уходил. Снова приходил и опять уходил. Диего Симеоне. Он уже вел по ходу матча. С мадридским Реалом в этом сезоне. Но все-таки не смог взять даже ничьей. Я напомню, что мадридский Атлетико. Вот только не плакать сейчас. Только не плакать Криштиану. Мадридский Атлетико с 99-го года не побеждал. Реал Мадрид. И да в этом тоже дело. Жозе так много навыигрывал. Он какой-то уже изначально обиженный сегодня пришел. Ну что, до красной-то дойдет дело сегодня. Зовет сейчас красная сразу. Без раздумий. И я думаю, что это конец игры. Пепе и Диего Симеоне схлестнулись. Я вот здесь бы Пепе, кстати, не позавидовал вообще говоря. Потому что я хорошо еще помню Диего Симеона футболистом. Это был такой боец. Бои которого таким мальчишкам, как Пепе, даже еще и не в любом возрасте можно было на видео смотреть. Из-за их бескомпромиссности. Ну а кроме красной Криштиану Роналду, больше ничего не произойдет? Или все-таки мы увидим... Да. Даже тут-то, казалось бы, он мог бы сказать, что я просто так падал. Сегодня вот одна единственная вещь, которая мне очень нравится. Это постоянная... Там еще и кака за грудки он схватил от Диего Симеона. Это готовность сразу схватиться за лицо людей. Вот смотри, теперь это Куртуа еще держится за лицо. Но он-то куда? Он зачем? В тех моментах, где до лица не дошло, и удары никакого не последовало, а похоже здесь, знаете, что произошло? Кто-то швырнул какую-то дрянь в Тибо Куртуа. И сейчас, да, мы сейчас увидим повтор. Какая-то вот... Какая-то штуковина вроде монеты. Ну там, видите, что мусор летит. Главное, что проверили врачи, и вроде бы не до крови рассекло. Но это, конечно, слегка уже скандал. И тут бы, конечно... ...яркой звезды. Да, было одно движение дополнительной левой ноги. Это было вот сейчас на этом повторе очень хорошо видно. Если бы обошлось без этого у Криштианова, если бы он просто упал, я думаю, что Габи мог бы увидеть перед собой красную. Он знал, на что шел и на что он пришел, Криштиану Роналду. Автор первого мяча в этом финале. Мяча, который...